В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Строительство по графику. Новая школа появится в Сарове в 2021 году. Старшеклассники творят, узнают, создают. Активисты Союза старшеклассников статус провели ежегодный слет. Лучший на Акватемплюс ансамбль Сударушка стал лауреатом международного фестиваля. Далее расскажем обо всем подробно. Новое здание 11-й школы должно появиться в нашем городе в 2021 году. На эти цели выделено 550 миллионов рублей из городского и областного бюджетов. Объект рассчитан на 600 учеников. Запланированный пришкольный стадион, три спортивных зала, игровой, легкоатлетический, тренажерный, полное оснащение элементами безбарьерной среды и многое другое. Необходимость строительства нового здания 11-й школы обсуждали в нашем городе несколько лет. Наконец в этом году при содействии губернатора Глеба Никитина удалось решить вопрос с финансированием. Пришлось взять проект повторного применения и его переработать с учетом изменений требований к охране объекта и пожарной безопасности. Нам удалось сделать довольно-таки интересный проект, который вот на сегодняшний момент даже пользуется своим интересом со стороны других областей, регионов. Они хотят его приобрести, соответственно, небольшая гордость за это, что мы смогли полученный проект переделать и получить довольно-таки интересный и качественный продукт. Проектом предусмотрено строительство пяти зданий. Это учебные корпуса и три спортивных зала. Такого в городе еще нет. Также школу полностью оборудуют элементами безбарьерной среды. Работу выполняет компания ТСК, подрядчик, который занимается расширением улицы Симашка. Практически заканчиваем вертикальную планировку. Ну и самое главное, демонтировали старую школу. Вертикальную планировку сейчас на этой неделе, ну, крайне на следующий закончим. Плюс земляные работы, это котлован, тоже завершаем. И, соответственно, на следующей неделе уже начнем бетонные работы проводить. То есть и планируем до конца года сделать ноль. То есть нулевой цикл и весь закончится. Все работы идут по графику. Еще один объект, который во время планового объезда осмотрели представители администрации, это 10-я школа. Напомним, сдать ее должны были в середине августа, но по ряду причин открытия пришлось отложить. Внешний ремонт практически завершен, за исключением главного крыльца. Заменены коммуникации, идет работа над отмосткой. Это, кстати, одна из проблем, почему школа начала трещать. Потому что отмостка была порушенная, слив воды был под фундамент. И это привело к тому, что здание, в общем-то, не самой старой школы в городе, начало разрушаться. Строители проделали большую работу по укреплению стены всего основания школы. Осталось сделать дорожки из брусчатки, покрасить стены, повесить батареи и постелить линолеум. В октябре начнется установка мебели и техники. Сдать школу планируют в начале ноября. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Все лето шла реконструкция стадиона возле 16-й школы. В середине сентября объект уже практически был готов. И во время Дня здоровья на нем прошли спортивные соревнования между учениками школы. Сегодня работа по стадиону завершена. И он теперь принимает всех любителей здорового образа жизни. Открытие нового стадиона – это большой праздник не только для учеников 16-й школы. Новый спортивный объект смогли опробовать школьники со всего города. В эти дни там проходит ежегодный чемпионат по легкой атлетике «Шиповка юных». На торжественной церемонии открытия соревнований его участников приветствовали люди, благодаря которым в нашем городе появилась новая спортивная площадка. Традиционно проводим соревнования «Шиповка юных» на нашей территории. И надо сказать, что в этот раз вам будет и во все последующие годы вам будет очень удобно и комфортно и проводить, и участвовать в этих соревнованиях. Силами работников дорожно-эксплуатационного предприятия на этом стадионе появились новое футбольное поле, волейбольная площадка и площадка, предназначенная для разных видов спорта – беговые дорожки, сектор для прыжков в длину. Установлены новые урны и лавочки, уложено травмобезопасное покрытие. Проект «Межшкольный стадион» – идея депутатов Думы 6-го созыва, которую поддержали в администрации. Останавливаться на одном стадионе власти не собираются. И такие же замечательные межшкольные стадионы в следующем году, да, Алексей Ильич, мы сделаем и на седьмом, и на седьмой школе, а дальше будем двигаться согласно плану, согласно, как мы говорим, протоколу, и дальше дойдем потихоньку до 12-го, и так потихоньку до других школ. Также во время открытия соревнований глава администрации Алексей Голубев вручил награды лучшим сотрудникам ДЭП. 6 октября в Сарове пройдет первый гастрономический фестиваль «Вкусно-фест». Его организует Ассоциация промышленников и предпринимателей Сарова и Центр поддержки предпринимательства. В 13 часов гаража ждут на новой набережной реки Сатис в районе Плотины. В программе кулинарное состязание между представителями власти, бизнесменами и молодежью, лакомство и угощение от производителей Сарова, Дивеева и Ежкаралы, а также выступление творческих коллективов, мастер-классы и экстремальное шоу и многое другое. Для зрителей старше 6 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Депутаты областного ЗАГС Собрания продлили действие закона о мерах социальной поддержки для граждан пожилого возраста при оплате строки за капитальный ремонт. Документ будет действовать как минимум до конца следующего года. Напомним, сейчас жители Нижегородской области старше 70 лет получают компенсацию в размере 50% от взноса за капремонт. Старше 80 лет – 100% от суммы взноса. Кроме того, мера поддержки действует и для семей, которая состоит из неработающих граждан пенсионного возраста и неработающих инвалидов. Саровчанам снова можно ходить в лес. Постановление о снятии ранее введенного запрета на днях подписали в городской администрации. Напомним, посещение лесов ограничили 12 сентября. Тогда на территории нашего города установился предпоследний четвертый класс пожароопасности. На входе в лесные массивы установили предупреждающие аншлаги. Полиция совместно с сотрудниками лесопарка выходила в регулярные рейды. Сейчас ситуация стабилизировалась. В эту пятницу, 27 сентября, в Сарове стартует турнир по баскетболу среди мужских команд «Мирный атом». Соревнования приурочены ко дню работника атомной промышленности. В турнире примут участие четыре команды. Нижегородский осе, старт из Заречного, Гранита, Зазерска и хозяева соревнований сборная в НИЭФ. Игры пройдут в спортивном зале «Дюш-юниор» по адресу проспект Музруково, дом 14. Профилактическая акция «Шагающий автобус» проходит по всей стране. Наш город не исключение. Цель мероприятия – предупредить детский дорожно-транспортный травматизм и отработать практические навыки безопасного поведения у маленьких пешеходов. Подробности далее. Яркая форма и нарисованный корпус автобуса. С такими атрибутами первоклассники из первого интерната отправились на необычную прогулку. Вместе с сотрудником ГИБДД они построились в колонну, прошли и изучили особенности маршрута, по которому добираются от дома до школы. Дети первого класса, они уже самостоятельно, многие начинают добираться из школы до дома, из дома до школы. Поэтому им полезно узнать все-таки от инспектора ГИБДД, да, как все-таки правильно дорогу нужно переходить. В игровой форме школьники вспомнили сигналы светофора и основные дорожные знаки. Автоинспектор напомнила детям, что около проезжей части нужно быть предельно внимательными, не выбегать из-за припаркованного транспорта, не пересекать участок перед машинами и переходить дорогу только в специальных местах. В ходе маршрута, когда мы шли, ребята обращали внимание на знаки, мы смотрели и обсуждали, какой знак что обозначает. По словам сотрудников ГИБДД, большинство ДТП с юными участниками движения случаются именно на пешеходном переходе. На территории нашего города идет значительный рост дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними. Основное количество ДТП с несовершеннолетними происходит именно при наезде на детей и именно на пешеходных переходах. В качестве награды за старания после прогулки организаторы выручили маленьким пешеходам яркие календари. Дети, в свою очередь, пообещали госавтоинспекторам быть внимательными и осторожными на дороге. Городской союз старшеклассников «Статус» провел ежегодный слет. После церемонии открытия делегаты разошлись по трем площадкам. Ребятам предстояло наметить план проекта «75 лет победы», определиться с темами и содержанием занятий в школе «Лидер», а также спланировать работу союза на этот учебный год. Старшеклассники творят, узнают, создают. Так звучит своеобразный слоган ежегодного слета учащихся. Сюда пришли ребята с активной гражданской позиции, разнообразными идеями и планами по их воплощению. Артем несколько лет активно участвует в проекте. В этом году заканчивает школу. Несмотря на предстоящие экзамены и подготовку к поступлению в ВУЗ, он уделяет время общественной деятельности. Это как площадка самовыражения. Во-первых, просто прийти, послушать, что делают в школах, что делают в организации. Также координационный совет «Статуса», который собирается каждую неделю. Придумывать какие-то различные мероприятия для себя, для города. Представители молодежных объединений Сарова разделились на три площадки. На одной из них участники обсудили план ежемесячных занятий школы «Лидер». Ученики выбрали наиболее интересные темы семинаров, а также предложили спикеров, которых они хотели бы видеть в рамках проекта. Он поможет школьникам выявить и развить лидерские качества, научиться преодолевать трудности социализации и не бояться публичных выступлений. Егор Горин активно участвовал в обсуждениях группы. Девятиклассник уверен, полученные знания и навыки пригодятся ему в обучении будущей профессии. Я предложил тему, как уметь влиять на людей и как их заставить действовать, работать на той или иной задаче. В том числе и заставить самого себя, скоординировать себя, свои силы и силы своего коллектива, чтобы вместе, совместными усилиями добиться результата. На другой площадке встречи обсуждался проект, который посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Школьники предлагали идеи тематических работ, городских событий и флешмобов, пути их реализации. 75-летие победы – это ключевая дата ближайшего времени для нашей страны. И ребята готовят свои предложения о том, как школьники фактически с 4 по 11 класс, школьники города Сарова, как они смогут поучаствовать в этом праздновании, в этом юбилее, что они могут сделать полезного и для взрослых, и для себя, и для города. Остальные участники обсудили общую программу деятельности Союза старшеклассников в этом учебном году. Народный коллектив ансамбля русской песни «Сударушка» вернулся с победой с 16-го международного конкурса фестиваля «Акватемп плюс». В номинации «Народный вокал» в возрастной категории старше 25 лет саровчанам присвоили звание лауреата первой степени. Подробности в следующем репортаже. Ой, мама, что будет, сердце не забудет, сердце не забудет, ой-ой-ой-ой. Ансамбль русской песни «Сударушка» – неоднократный победитель областных всероссийских и международных конкурсов, обладатель многочисленных премий. В сентябре коллектив стал лауреатом первой степени на международном конкурсе фестиваля «Акватемп плюс» в Сочи. Саровчан отметили в номинации «Народный вокал» возрастной категории старше 25 лет и вручили специальный приз фестиваля за лучший национальный костюм. Нам было бы, скажем так, стыдно его не занять, потому что все-таки мы уже коллектив, которому исполнится 30 лет, и сейчас те участники, которые занимаются, они ходят уже каждые 15, 18, 20 лет. У нас большая практика выступлений на нашей сцене и за пределами нашего города. И, в принципе, это то место, которое мы получили, лауреат первой степени. Для меня это был ожидаемый результат. На фестивале выступил еще один воспитанник Людмилы Корпушовой Влад Глазков. Занимается мальчик в детском ансамбле русской песни «Забава». На конкурсе он исполнил две композиции «Залетала вольно пташечка» и «Эх, не пыли дорога». Влад стал победителем в своей возрастной категории и получил специальный приз за высокое профессиональное исполнение. Для победы в конкурсе мне помогали моя руководительница, моя бабушка. Я ожидал. Я ехал для того, чтобы получить лауреат первой степени. Сегодня оба коллектива готовятся к отчетному концерту ансамбля русской песни «Забава», который пройдет 3 ноября на сцене Дома культуры. На концерт могут прийти зрители всех возрастов. Садоводы-огородники из Совета ветеранов провели осенний праздник урожая. Пенсионеры поделились секретами выращивания овощей и фруктов, послушали выступления артистов, подвели итоги своей работы за год и наметили планы на будущее. Праздник урожая в Совете ветеранов проводится каждый год. На него приглашают всех жителей ближайших микрорайонов. Организаторы проводят для пенсионеров познавательные беседы и рассказывают о проделанной работе за год. В этом году Совет ветеранов выиграл субсидии из областного бюджета в размере 228 тысяч рублей. Именно на эти средства и приготовили праздник. Наша организация старается людям достать определенную радость. А каким образом? Хотя бы побольше постараться для них устраивать именно такие праздники, чтобы они могли посидеть, поговорить друг с другом, послушать хорошую музыку, самим попеть. На праздники урожая всех гостей вечера пришли поздравить депутат городской думы Антон Ульянов и заместитель главы администрации Сергей Анипченко. Они пожелали ветеранам здоровья, благополучия и ответили на вопросы. Больше всего ветеранов волновала проблема медицины в Сарове. Проблема медицины действительно стоит сегодня очень остро в городе. И мы это понимаем, мы осознаем. Глава клинической больницы, руководитель клинической больницы ежегодно отчитывается на заседание городской думы. Это происходит обычно в феврале-марте. В этом отношении я призываю вас следить тоже за заседаниями. И приглашаю это публичное открытое мероприятие, в котором каждый может принимать участие, задавать самые острые, самые злободневные вопросы. Яркую и красочную атмосферу празднику добавило выступление хора ветеранов. Вместе с коллективом гости вечера исполнили любимые песни. Песня в желтые, но в городах в глазах... В планах у руководителя Совета ветеранов провести для всех пожилых людей города праздничный концерт ко дню пожилого человека. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Иронич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова